СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И с этим ДНЕМ, который с одной стороны вызывает гордость, чувство гордости за страну, с другой стороны чувство внутренней печали. Очень много чувств смешано, когда ты вспоминаешь ДНЕМ ПОБЕДЫ. И очень трудно, согласитесь, выразить какие-то моменты словами. Лучше как-то промолчать, немножко склонить голову. Не говорить лишнего, а просто подумать, поразмышлять, и вспомнить. Я с тобой полностью согласен. Вот сейчас до начала передачи вы сказали как раз-таки о том, что у Победы нет национальности. Нет. Какого цвета Победа, да? Все-таки это вклад многонациональной страны. Это наша общая заслуга. Да. Тех народов, которые проживали вот тогда, уже очень много лет назад. В нашем едином Советском Союзе. Да. Ну и сегодня мы в нашей программе все-таки этот принцип многонациональности сохранили, постарались сохранить. Большое спасибо, я хочу сказать, Ульнуру Гусейнову, президенту Благодарительного фонда Азербайджан, что помог собрать нам сегодня гостей в нашей студии. Давайте их будем представлять. У нас сегодня здесь представлены, ну, во-первых, Узбекистан, во-вторых, Азербайджан, в-третьих, Дагестан представлены, то есть те самые народности, которые тоже непосредственно участвовали во всем этом и до сих пор память о погибших там чтится, хранится, как именно, мы сегодня выясним. Итак, представитель узбекской диаспоры в Кировской области, Олежон Саитов, добрый день. Здравствуйте. Давно хотели очень видеть вас в нашей студии, наконец-то вы пришли. Да, да, да. И заместитель руководителя дагестанского землячества в Кировской области Кайдаров. Салам алейкум. Добрый день. И, наверное, почему, наверное, прям-таки самый молодой сегодня участник нашей беседы, это Мурат Алиев, член молодежного комитета благотворительного фонда Азербайджан. Мурат еще и поделится сегодня воспоминаниями о своем прадедушке, да, участнике Великой Отечественной войны. Два прадеда у меня воевали, я расскажу вам. Ну, вопрос, наверное, не самый свежий, он постоянно задается и во многих программах и передачах. Но, тем не менее, остается интересным все время, да. Что для вас конкретно, да, значит, вот этот день, День Великой Победы, 72-я годовщина. Гайдарбек, поближе к микрофону, пожалуйста. Ну, когда мы, ну, я про себя скажу, как, вот у меня вот дрожь бежит, когда я вспоминаю вот именно про войну. Представить, если себе представить, что это было. Ну, мы по фильмам это знаем, сейчас, может быть, меньше смотрят, но в мою молодость и в мое детство. На этих фильмах мы видели это все, росли на этом. Дух, чувство патриотизма, он у нас в советские времена прививался этот дух достаточно, ну, хорошо. Системно, я бы сказал. Да, да, было так, системно это было. И вот это все остается у меня, я надеюсь, что молодежь тоже это не забыла. Молодежь тоже, если где-то мы упустили какие-то года, вот этот момент, это в силу вот развала страны. Но это все сейчас поднимается, наверное, возобновляется, наверное, как вот патриотизм. А по поводу войны и именно роли дагестанца, Дагестана в войне. Ну, как и все народы, Дагестан тоже участвовал. Это беда, которая объединила все народы нашей страны. И когда человеку, когда настигает горе, беда, всегда объединяет народы. Ну, есть эти официальные данные, да, по Союзным республикам. Да, я думаю, что сегодня все озвучим эти цифры определенные. Я Гридербека хочу поддержать, что он говорит, и я сам себя спрашиваю. И вот это вот ощущение вот общей победы, да, и вот это ощущение там, да, да, да. Есть такое. Вот это действительно такое трепетное ощущение, вот трепетное приедет, да. Это действительно. Если вот сказать, ну, там статистика, наверное, разная есть. Я не могу точные цифры назвать, не могу. Ну, 150-160 тысяч человек из Дагестана как бы ушли на фронт. Были где мобилизованы призывы, да. Да, это... Простите, мобилизованы. Мобилизованы, простите, да. Это те люди, которые военно способные, как их... Военно обязанные. Военно обязанные. Способные защитить страну. Которые входят, да, призывы, подлежащие призыву. Помимо этого еще ополченцы были старше 55 лет, которых не призывали. Они отдельные отряды создавали. Ну, а что такое 55 лет на Кавказе? Это еще, насколько я понимаю, для мужчины уже солидный. Солидный, но все-таки еще... Я считаю, что теперь ты можешь сидеть и смотреть, как твои дети, значит, тебе чай подносят, как внуки резвятся. Просто я схожу из того, что кавказцы долгожители, да, в первую очередь. Они, с одной стороны, долгожители, а с другой стороны, дети рождались уже, они уже рано женились. И уже, скажем, 40-45 лет у человека уже внуки могли появляться, так сказать. Вот мне 57 лет, я себя чувствую еще 25-летним и готов... Заметно, кстати. На любое это. И вот из тех, которые... Там все лезгинку, кстати. Ну да, приходится. Чтобы веселить, развлекать людей. И вот тут, что получается, у нас более 150 тысяч человек ушли на фронт, вернулись, или не вернулись, 90, более 90 тысяч человек. Вот такие потери были. Героев, 50 героев, 54 героя, 54 героя и 4 героя России. Это 54 героя, это Советского Союза. Дважды герой, Амед Хан Султан, летчик более 60, между прочим, азербайджанскими корнями, по-моему, Амед Хан Султан. Российский Азербайджан, то есть в Дагестане есть, значит, азербайджанцы, проживающие компактно на территории Дагестана. И вот более 600 вылетов у него, более 150 этих боевых вылетов, участие в боях. Он в 71-м году, до 71-го года жил. Он после войны тоже прожил. Но есть подводник, первый из дагестанцев, первый герой, это Магомед, герой Советского Союза, Магомед Гаджиев, подводник. Десять судов врага потопил он. Это на Баренцевом море, Магомед Имам Динович Гаджиев. Но, как я сказал, уже более 50 героев, всех не перечислить в этой программе, конечно, в формате этой программы. Но дух вот такой вот был он. И не только у дагестанцев, это у всех. Народов, которые. Да, это у всех народов и всего Советского Союза вот такой вот дух, ненависть к врагу был. Поэтому мы и дошли до самого Берлина. Ну и у вас, безусловно, в семье тоже есть предки, которые непосредственно пришлось поучаствовать. Дедушка ушел в войну, не вернулся с войны. Ну, в общем, есть связь с ним тоже, да? Есть, есть, да. Просто вспоминать их, наверное, сейчас тяжеловато будет. Алижон, а что вот все-таки, как Володя уже этот вопрос, так сказать, я повторю его, что вот для тебя, когда ты думаешь о победе, о войне, что для тебя это значит? И тогда уже сразу, как сегодня Узбекистан, значит, отмечает этот день ежегодно? Спасибо. Пользуюсь случаем. Я поздравляю всех ветеранов с праздником. Узбекистан, конечно, при новом президенте, сейчас у нас вот недавно избрали президента Шавката Мирзеева, вот, и большое, очень большое внимание уделяет на праздники. Вот по интернету мы по новостям вот смотрим, даже вот «Бессмертный полк» в этом году очень приятно даже смотреть. Именно 9 мая. Да, именно 9 мая даже вот эти всякие вот наклеечки уже начали вот раздавать люди молодежь. Да, да. Ну, там флаг нашего цвета, вот так, с Узбекистана. Люди разного национальности в Узбекистане живут. Вот 130 национальностей все вышли на парад даже. Мне приятно было смотреть. И потом этим оставшим живым ветеранам уже начали подарить в деньгах и машину начали подарить в этом году. Это очень приятно. Там показывали по телевидению, вот мы как посмотрели. И так же парад был в Узбекистане. Да, это был, да. Вот парад вот такой обширный даже, вот приятно, вот когда вот этот, как наши вот коллеги сейчас перечисляют, что это наша общая победа. Это вот даже приятно, вот все люди вот стали стеной и воевали, да. Вот. И в Узбекистане еще вот так, люди, которые вот оставшиеся живы, вот ветеранов, да, им уже начали выделять уже даже не только вот эти автомашины, вот эти деньгами. И даже у кого там, например, с жильем проблемы, тоже начали даже вот им поздравлять. Ну, в России тоже такая программа есть, только она как-то немножко за претензией воплощается как-то. Да, выделяет очень большое внимание. У меня вот отец служил, ну, только до Берлина не дошел, но под Смоленском. Ранен был, и дядя, единственное, мы потеряли его, до сих пор я вот ищу там по интернету, везде так, снайпером был он. Его, когда последнее письмо у меня еще дома сохранился, вот он ранен был на левую руку. И тоже вот под Сталинградом, по-моему, или вот там уже письмо последнее пришло, и он, говорит, ушел из госпиталя, так и вот все без вести пропал. Мы не можем найти его, конечно, он уезжает. А какие письма ваши родные писали с фронта? Известно это? Да, вот письма. Передавалось у вас? Да, вот последнее письмо, которое вот он написал, что ранен был, да, и его как бы после госпитала уходит уже. Вот это письмо там. Это было последнее письмо? Последнее письмо, да. Вот единственный дядя, который... Ну, что писал, наверное, как обычно, там, целуйте, люблю, всех обнимаю, да? Да, он, да, вот молодой уехал, еще не женившийся, это, конечно, он больше любил своих родителей, сестру, которую мою мать, да? И писал он всегда вот хорошие слова, конечно, как они там воевали, как они дружат между собой, даже там не было никакого его национального вопроса, даже приятного. Вот я вот читаю вот это письмо, до сих пор вот даже дружу. Эти хранятся письма у вас? Да, у меня вот письмо последнее, я вот и ищу ордена, которые отцовские все я держу, вот как храню, вот, и у меня дома лежат они все. Вот видите, как в памяти. А какой... Все-таки передается, как хорошо, да? Да, вклад, вот, может, ты можешь больше рассказать там, какой вклад в Узбекистан был, вот, что делал Узбекистан как республика для фронта? Да, это и в тылу, и в войне большой, как бы, героизм совершали. Вот у нас генерал Сабир Рахимов, вот, я знаю, что он воевал, да? И в тылу, вот, как раз я хотел сказать, у нас сколько людей вот эвакуированных приняли. Даже до сих пор, вот, даже украинец, еврей и вот еще там русские, там, они отцом, папой назвали Узбека. Это очень приятно, когда слышишь вот это, то, что мы по интернету сейчас вот все вот архивы сохраняются, я вот смотрю, как людей последний вот хлеб свой делили там. Вот так и они людям, детям помогали. Это я тебя полностью поддержу, потому что Узбекистан, Таджикистан, это были, Узбекистан особенно, это были республики, в которых люди эвакуированные с голодных, как бы, уже, они, если бы действительно не в этих республиках, то потери у нас могло быть гораздо... Положение позволяло, да, все-таки, вот, как бы, сохраниться, уберечь... Позволяли, да, 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 хоть что-то есть, было всегда в этих южных, как бы, регионах. И гостеприимство, с которым они принимали всех людей, это позволило выжить многим людям. И подчеркну, скажу, 43 героя Советского Союза из Узбекистана. Вот, Сандре, видишь, что... Это дагестанец, дагестанец знает... Я еще не успел говорить, да, вот, я вот, главное, вот, генерала, вот, я хотел сказать, да... Сан-Абир Арахимов. Там, знаете, вот, поехали, там все разные национальности, и узбеки там, и узбекистаны там... Ну, конечно, там сортировки, о сортировке и речи не могло быть. Да-да-да, вот, снировка... У нас не было национальности, у нас война была. Да. Уважая война. И нам надо было страну защищать. И вот мы пошли... Это мы сейчас... Это мы здесь, когда уже все тихо, все хорошо, спокойно, каждый под собой жареного не чувствует, Делят, по какой национальности, кто чем дышит, что что делает. Это вот тут вот сейчас. В случае чего мы же опять объединимся. Опять нас этот горе-печаль объединит. Вот именно наша задача. Но лучше бы не случилось. Молодежь агитировать, чтобы... Да, лучше бы этого не случилось. Вот именно. Лучше бы так держались вместе. Но от опасности никуда не деться, поэтому единство нужно сохранять при любом варианте. Правильно. Да. Я хотел бы еще спросить, сколько человек? Есть у тебя такие сведения? Да, вот я сейчас... Коллега из Дагестана говорит, что 150 человек мало говорит. У нас больше миллиона ушли на фронт. Вернулись половину. 150 тысяч из Дагестана. Из Дагестана. 150, более 150 тысяч человек из Дагестана. А из Узбекистана миллионы? Да, больше миллиона. Точная статистика, я не знаю, больше миллиона. Про Узбекистан, что ли? Да. А я про Узбекистан не знаю, сколько человек ушел. Понятно. Узбекистана, там больше. Да, больше народа. Там у народа тоже больше было. Мурат, как самый молодой. Как самый молодой. Участник нашей беседы. Вот молодое поколение воспринимает, в том числе, хочется. Вот эти же вопросы мы хотим тебе задать. Спасибо за вопрос. И я бы хотел сказать, что все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. И поколение, которому принадлежу я, мне 17 лет, знает о войне не из уст участников, а по рассказам родителей, учителей из фильмов и всяких книг. И мое отношение к войне тоже трепетное. И я бы хотел сказать, что моя семья и даже мои одноклассники и в моей школе, мы все свято чтим память бойцов, которые не вернулись с поля боя. Мы уважаем тех, кто еще жив и ежегодно посещает Парад Победы. И мы любим и ценим тех, кто трудился в тылу и на заводах во время Великой Отечественной войны. И кто приближал эту Победу всеми возможными силами. Что же касается Азербайджана, то День Победы над фашизмом – это один из самых значимых национальных праздников. И в этот день, 9 мая, все азербайджанцы чтят память погибших, возлагая о венке и цветы к могиле неизвестного салтата. Также поздравляют всех оставшихся участников войны, ветеранов. Которых год от года все меньше становится. В этом году в праздновании в Азербайджане Гайдар Альев принимал участие снова в Баку. Он участвовал непосредственно сам в этих празднествах. И про роль Азербайджана я бы хотел рассказать. Да, конечно. Во время Великой Отечественной войны. И как бы мы знаем, что победа над фашизмом была достигнута не только благодаря героизму советских воинов. И не менее значимым был вклад в общий подвиг и тех регионов, которые не были оккупированы гитлеровскими людьми и войсками. И зато они сыграли жизненно важную роль в обеспечении боеспособности советской армии. И я бы хотел привести в пример как раз Азербайджан. Потому что я сам оттуда и я знаю больше. То есть вы родились непосредственно? Я родился в Азербайджане. В Азербайджане. Правда, 10 лет сейчас тут. Но это не важно. И первое, что бы я хотел отметить, что нефтяники бакинские, они производили до 80% топлива. И как бы это огромное количество. И 80% горючего для заправки советских танков и самолетов. Они как раз поставлялись на линию фронта из Баку. Потому что в то время не было альтернативы бакинской нефти. И вот так. И также, кроме этого... Топливо надо как бы... Топливо для самолетов, для самолетов исключительно было бакинской Азербайджанской. Ну и все мы знаем поэтому, почему 3D Reef так относился к бакинской нефти. Самое качественное топливо как бы производилось у нас. И в Баку также производилось более 130 видов вооружений и боеприпасов во время Великой Отечественной войны. И было очень много талантливых военачальников и командиров. Ну, наверное, многие знают Ази Асланова. Слышали это имя? Да, генерал Ази Асланова. Генерал, да. Дважды герой Советского Союза. И его дивизия защищала Москву, участвовала в Курской битве. Очень хорошо. И как бы по статистике, в войне Великой Отечественной с оружием в руках воевал каждый пятый житель Азербайджана. И в то время, на 1941 год, у нас население было 3 миллиона 400 тысяч человек. И на фронт ушли 681 тысяча. И при том 10... Это сопоставимо, кстати, с данными по Кировской области. Вот тоже ведь официальная цифра порядка 600 тысяч человек из Кировской области. 10 тысяч из них. Пропорция где-то так получается. Если вот в Дагестан около миллиона 800 с лишним тысяч человек, тогда было около 900 тысяч и 150 тысяч человек. 10 тысяч, считается, дети, старики там и так далее, и так далее. То есть это получается фактически, ну я не знаю, почти все мужчины уходили. Если взять в процентном отношении, это все где-то одинаково получается по всей стране. Ну конечно. Да, Мурат, это же одна единая наша страна. И как бы более 250 тысяч воинов-азербайджанцев, они погибли во время сражений. Ну что же касается, опять же вернемся, что 80% топлива производили в Баку, то было бы очень хорошо, если бы Баку носила имя города-героя, если бы присвоили бы данный титул. Это тема обсуждается, Старис Валерьевич? Это тема, она обсуждается, только сейчас непонятно, кто будет этот титул как бы давать. Потому что раньше у нас ведь президиум Верховного Совета как бы присуждал, а сейчас, не знаю, может быть, есть смысл, конечно, на межгосударственном уровне и создать такой орган, который бы присваивал как бы это звание. Да, и даже бывший посол России в Азербайджане Василий Истратов, наверное, знаете его, он признает, говорит, что без природных ресурсов Азербайджана не было бы победы в Великой Отечественной войне. И маршал Аркасовский в своих мемуарах писал, что в каждом рейде советских танкистов, в каждой победе над немецкими фашистскими силами немалая доля успехов принадлежит бакинским нефтяникам. Как бы это, но, тем не менее, Сталин, а также и другие советские лидеры, они не решились присвоить в Баку почетное звание города-героя. Были другие города удостоены этого, города Белоруссии, Украины, России. Ну, прежде всего, конечно, присваивались городам, которые были оккупированы, которые подверглись нападению и сопротивлялись. Это вот когда немецкие войска двигались в сторону, они взяли Кавказ, шли на Кавказ и двигались на Баку, а у них цель была Баку, они это тоже прекрасно понимали, что там вот эти ресурсы надо захватить. Ну, они двигались и двигались достаточно стремительно в сторону, как бы, перерезать, чтобы... Вы знаете, что попытка была, мы же все знаем, попытка была через Сталинград перерезать, Волгу, чтобы не доставлял лес. Когда эта неудача закончилась, то была попытка как раз дойти с войсками до, если я не ошибаюсь, до Дербента, чтобы закрыть, как бы... Единственная республика была, которая полностью или частично, на Кавказе имеется в виду, полностью или частично не захваченная немецкими войсками. Другие Кавказские республики там где-то частями, кусками там, видимо, были такие захваченные, ну, оккупированные места. И вот Дагестан единственная республика была, которая... Ну, остановили фактически именно там, да. Да, да, это я имею в виду. Гитлеровские войскы. А за Дагестаном что? Баку. То есть... Совершенно верно. Непосредственно близко к нам. Вот тут их и... Я предлагаю сейчас сделать небольшую рекламную паузу, традиционную, на середине часа, мы скоро в очередь вернемся. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Продолжается программа СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. Мы эту тему посвятили 72-й годовщине Великой Победы. И давайте, Азису Алейчу, напомним наших гостей. Да, сегодня с нами, значит, участвуют в нашей передаче Алижон Саидов, председатель узбекской диаспоры в Кировской области. Салам алейкум, Алижон. Алейкум, Салам. Гайдарбек Гайдаров, заместитель руководителя дагестанского и землячейся Кировской области. Салам алейкум, Гайдарбек. И Мурат Алиев, член Молодежного комитета благотворительного фонда Азербайджан. Салам алейкум, Мурат. Алейкум, Салам. Предлагаю вот еще немножко с Муратом поговорить все-таки, да, с самой молодой из присутствующих в студии. С нами-то вроде все понятно. Мы как родившиеся в Советском Союзе. Да, как это все передавалось. Вот интересует меня, Мурат, ваше поколение. Вот можете вспомнить, сказать, когда память о войне в вашу жизнь вошла? Наверняка это связано вот как раз с предками, да? И как, вот кто рассказал там, да? Ну, Великая Отечественная война, конечно же, не смогла обойти стороной и нашу семью. И мне кажется, нет ни одной семьи, которая бы эта война бы не задела. И у меня воевали два прадеда Алиев Ахад Гаржиаглы и Манафов Абабулар Заглы. Я бы хотел рассказать о них, но о них, как бы, я знаю очень мало информации, потому что мне, от них только мне остались две фотографии черно-белые, но это уже после войны, конечно. То есть они благополучно войну прошли все-таки, или неблагополучно? Да, не очень, но все, как бы, вернулись живыми. Алиев Ахад Гаржиаглы, это у меня родился в 1906 году в городе Линкарань, это недалеко от Таложских городов. Да, да, да. И у меня родня вспоминает, что он был достаточно высокого роста, как бы, и говорят, что он был спортивного телосложения. У меня, кстати, прадед 904 года рождения, вот, 1906-1904. И он женился и воспитал троих детей, и 30 лет он проработал в пекарне, и он был мастером, и, говорят, хорошо готовил. И в 1942 году его позвали на войну. Призвали. Призвали. Он сразу же начал собираться и отправился защищать родину. И он стал рядовым в РКК, это Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Так называлось в начале данной армии. С 13 января 1942 года. И на войне, как раз, в результате взрыва он потерял правую ногу до колена. И был доставлен в госпиталь, соответственно, где ампутировали ему ногу. И за свое мужество он получил медаль за отвагу. Это хранится ваша награда в семье вашей? Ну, она у нас хранится в Азербайджане. В Азербайджане. И на сайте мы тоже можем заходить, смотреть на сайте, где... А, ну, сейчас несколько ресурсов есть, там, и победа. Они все, кстати, у меня... Подвиг народа. Сейчас вот, да, есть эти ресурсы, где можно найти информацию, да. Ну, про него мне даже рассказывали одну историю. Ну, эта история хранится в семье. Говорят, что как-то дед сидел в деревне, в спокойную пору войну, со своим другом. И у него как бы с дома еще была привычка ждать всех. И потом уже начинать есть. И... Ну, вот как-то друг ушел, и он его ждал в этот момент. И как бы на них напали враги. И начался бой, и у меня дед, прадед, точнее, не смог поесть и остался голодным. Ну, на две недели держался только на одной воде. Две недели? Две недели, две недели, это точно. У него спрашивали на одной воде, потому что битвы шли. И после окончания он обещал себе, что как подадут еду, то он сразу будет есть молча и быстро и до конца, и никого не ждать, да. И до конца жизни он удержал это обещание. Но это единственная история как бы одна. Ну, это, знаете, как привычка слышали, наверное, да, многие люди, пережившие ту же блокаду, да, войну, закупали тот же самый хлеб, там, не понимая, да, уже того, что хлеб и завтра тоже будет продаваться, его можно будет купить. Ну, Володя, согласись, что история как бы, она наложила отпечаток на наших предков, ну, и на меня, например, тоже, потому что наши предки очень трепетно относились к куску хлеба. И я, например, тоже, мне очень сложно пройти мимо лежащего на полу кусочка хлеба, который иногда, ну, потому что это то, чем вот люди дорожили. Вот этот кусок хлеба, он, видимо, вот наша история наложила такой отпечаток. Ну, я думаю, у всех нас с детства такое трепетное отношение к хлебу. Да, но, к сожалению, иногда мы не видим. Да, не совсем то. Но, Мурат, я хочу еще тебя спросить, ты вот, ну, вот какие-то вот знаменательные факты или там статистику какую-то, вот, ты сказал, что 680 тысяч, да? Сколько героев Советского Союза, значит? Я эту статистику, если честно, очень... Ну, вот, если я не ошибаюсь, то 130 героев Советского Союза и, значит, там около 30 кавалеров Ордена Славы вышли. Именно азербайджанцев, да. Да, азербайджанцев, вот эти цифры потом. Ну, Мурат, может, не знает, но я могу, например, сказать, что родиной коктейля Молотова, то есть местом рождения коктейля Молотова стал Бакинский. Сжигательной смеси, да? Да, потому что Бакинский химический завод, и автором его был, боюсь ошибиться, но химик по фамилии Мамедалиев, значит, и задача ему была поставлена прямо, ну, центральной ставкой, но всем она была поставлена, но именно Баку разрешилась эта задача, потому что, вы знаете, что у нас в начале войны был дефицит с кранатами, и нужно было средства, которые были недорого. Но максимально эффективны. Да, максимально эффективны, и быстро могло, как бы, поджигать вражеские двигающиеся аппараты, танки, бронетранспортеры, ну, и так далее, и так далее. Вот такие вот, значит, интересные факты. Хочу еще в современной издаче свернуться в гости уважаемые. Как в Узбекистане, в Дагестане, в Азербайджане в настоящее время вот чтится память погибших? Какие символы присутствуют? Ну, понятно, что парады проводятся. Вечный огонь, обелиски, бюсты героям. Это все есть? Да. Так, давайте только не хором, давайте, а лежом. Представитель узбекской диаспоры, да? В Узбекистане 9 мая, как День памяти, конечно, в начале мая обычно люди собираются перед праздником. Прекрасная погода. Да, погода очень хорошая. Субботник устраивает везде, как бы прибирается. И День памяти, они пойдут к могилам. И там, знаете, не такой праздник. Ну, совершаются молитвы. Да, вот молитва, плюс вот молитва и вспоминаем. Там, знаете, вот не такой праздник, например, День города или какого-нибудь. Вот такой, как День памяти, без застолья. Да, 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 без веселья, да. И собираются вот семьи, иногда вот люди вот собираются не только семьи, вот и друг к другу ходят и вспоминают о тех людях, которые вот служили или остались вот в поле. Ну, просто общаются вот с такой долей скорби, да, вот уважения Дани. И так вспоминают о подвигах людей. Ну, такой не праздник, вот как День памяти, вот так. А вот, например, в России принято в День Победы, чуть раньше, чуть позже, показывать именно фильмы о войне. И тоже это всё присутствует, да, по телевизору. Именно, да, фильмы показывают, да. Абсолютно всё одинаково. Да, но ведь в России ведь тоже как бы молитвы совершаются, значит, по убиенным воинам, как бы, да. И ещё самое главное на русском языке обычно составляется, потому что мы все понимаем. Потому что вот фильмы... Это наш общий, да. Редко, ну, может, с урдопереводом или какие-то, но только на русском. И вот, и все люди понимают русский язык и смотрят фильмы только на русском. А современные фильмы, кстати, в Узбекистане снимаются в войне? Современные тоже есть, да. Просто у нас это принято, да? Обычно какую-то киноновинку, посвящённую Великой Отечественной, показывать, презентовать 9 мая. А в современних, да, в современных фильмах тоже есть. Ну, там, да, узбекские актёры играют, и местные русские, и украинцы, которые актёры есть, тоже они участвуют. Тоже фильмы хорошие. Ну, в общем, не забывают про вот эту Великую Отечественную войну у нас. Гайдарбек. Ну, то же самое. Ближе к микрофону, как в Дагестане тоже сидят. То же самое. Так же, вот так всё, ну, и вспоминают, и молятся. У каждого, почти у каждого, наверное, в семье там, в Дагестане именно, имеется в виду, есть люди, предки, которые не вернулись с войны. Естественно, их не забудем. На могилы ходим, на могилах вспоминаем. И все вы знаете Расула Гамзатова и песня «Журавли». Он написал стихи, и поют его, где первый куплет, поётся так, что «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедших полей не в землю». Не в землю наши полегли, когда-то превратились в журавли. Да, белых журавлей. Белых журавлей, да. Так, что-то ещё Мурат всё-таки хотел ещё добавить к нашей беседе. Ну, Мурат, наверное, Мурат, я не знаю, когда последний раз был в Азербайджане, наверное, на праздники. На праздники, не помню, но это летом был. Но на праздники, мне кажется, я, потому что каждый год на праздниках 9 мая я в Кирове это праздную. А, кстати, в Азербайджане празднуют выходной день, там, соответственно, официальные праздничные мероприятия в это время. Все ветераны получают премии, дополнительные денежные вознаграждения. Парад боярный, какая-то как принято. Кто хочет ехать в Москву, тем создают условия для того, чтобы поехать в Москву. А официальное приглашение? Официальное приглашение, оно присутствует же каждый год. Любой ветеран, причем, что с российской стороны никогда не бывает никаких препятствий, если ветеран хочет приехать на Красную площадь. Если ему позволяет, собственно, состояние здоровья, если родственники не против. Да, и Россия в этом случае, даже, по-моему, бесплатные билеты, так сказать, раздаются ветеранам, желающим прилететь. Вот, я просто Мурада тут, как бы, немножко заменяю, потому что... Ну, Мурад волнуется, во-первых, все-таки, в нашей студии впервые. Да, и в Азербайджане очень широко этот праздник. Он считается Днем Победы, он считается Днем Победы, и к нему так и относятся. Это наша общая победа. И вы знаете, что, соответственно, и фильмы, и на русском языке... И перевод на азербайджанский тоже есть. И перевод есть, но вы знаете, что большинство... В Азербайджане практически, как бы, очень много людей говорили на русском языке и учатся... Русский в Азербайджане почти что государственный язык, так сказать. А, кстати, парады с проездом военной техники тоже все присутствует. Все присутствует... Сухопутные войска проходят, военно-морские силы страны. Ну и кульминация праздника, Дня Победы, конечно же, салют тоже у нас происходит в Баку. Ну, салют на фоне моря, это, конечно... В общем, такой подвывод можно сделать, что, слава богу, на протяжении последних 72 лет мы с вами одинаково, в общем-то, чтим память, да? По тем самым канонам, которые были заложены... У нас был общий враг, да. Да, и если бы мы в это время не были бы вместе... Я не знаю. Да, и общая победа. Да, и поэтому мы достигли общей победы. И я думаю, что каждый, кто вспоминает своих родственников, мне иногда хочется людям, которые начинают там делить и говорить там, может, не может тот или иной человек там на какой-то земле присутствовать. Я хочу всем сказать, что земля, на которой шла борьба с фашистами, она пролита кровью всех народов бывшего Советского Союза. Там она пропитана и удобрена кровью всех народов. И я и своего отца вспоминаю с тяжелым ранением, который закончил и был живым возвращен с Кронштадта, извиняюсь, с Кёнигсберга, с тяжелым ранением, да. Вот, и поэтому... В общем, память жива. Да. Ну, я, кстати, хочу спросить наших гостей. Это Мурат Гайдарбек, ну, все-таки вы уже мудреные мужи своим-то детям. Передаете? Рассказываете? Да, обязательно. Дети вот... Я вот третий год я хожу, вот здесь вот, как стал главой диаспоры, вот я обязательно, мы с детьми ходим на парад. Ну, вчера, конечно, вот этот праздник, да, вот немножко погода вот такой, ухудшим. Не повезло, не повезло. А так вот дети обычно ходят с нами, вспоминают. Мы даем им эти... То, что вот в память, чтобы они у них остались, и они чтят даже. Вот у меня ребенок в восьмом классе учится, он уже всех дедов, это моего дяди даже, он все знает про историю. Когда я начинаю спрашивать, он все отвечает, потому что мы должны вот детям, вот испоконников надо, должны вот историю не надо вот стирать, чтобы дети, они наши вот поняли, что вот все вот в Советском Союзе, все национальницы, все, несмотря на национальницы, воевали, и вот что это общая победа, чтобы они знали. И дружили, конечно. Ну, стекает время нашей программы, Гайдарбек, если есть что добавить, несколько секунд. Да. Или все-таки уже такое волнение, что... Да, у меня уже немножко вот так вот получилось, что я... Как говорится, вместо слов лучше. Четыре строк не смог до конца сказать, меня вот комок подобрался к горлу. Это великое художественное творение, в которое вложенный скорбь и радость за победу, и поэтому любого нормального человека это должно трогать. Детям это все не передавать, детям об этом не рассказывать, детей не воспитывать в этом духе просто преступно. Это нельзя. Если им сейчас мы не будем прививать, не будем говорить историю, они... потом это им, наверное, не нужно, не надо будет. У них будут другие ценности. А эта ценность, это наша история, ее мы должны все знать. Несмотря на то, что у меня такой возраст, преклон. У меня маленькие дети, 5-6 лет, 7-10 лет. Они и в школе проекты на эту тему делают, военную. Естественно, дома мы об этом и говорим. Увы, завершается на этом наша программа. Времени, как обычно, не хватило, можно было бы и продолжать. Хотя, в общем-то, основную мысль, я думаю, мы сегодня донесли, что победа – это наше общее национальное дело, и ни в коем разе не нужно допускать того, чтобы такая трагедия повторилась. Спасибо нашим гостям. Лежон Саидов, Гайдарбек Гайдаров, Мурат Алиев, Азис Агаев. Владимир Сметанович. Еще раз всех. С днем победы. Союз Нерушимый